Стрекоза Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Представляете, а я забыла Машу поздравить с днём рождения вчера. Так, сейчас буду поздравлять с прошедшим. Забыла. Главное, ночью перед тем днём думала, а всё, а утро встала, вот эти дела-дела, и я забыла. Ой, ворона! У меня так получается, что вчера у Маши день рождения, а сегодня у Саши у моей. Вот сейчас тоже буду поздравлять. Доброе утречко! Так, а, хочу сразу ответить, писали мне женщины, что я живу далеко от моря. Вот сейчас я вам, сейчас сигаретку прикурю и отвечу. Ну, во-первых, те, кто так говорят, значит, они никогда не жили в курортном городе, ну, как говорят, на первой линии, на первой, на второй у моря. Это я вам гарантирую. Потому что у нас до Крыма у Кости была квартира в Болгарии, мы там жили. Сначала у нас была квартира на второй линии, и Костя мне вот до сих пор говорит, тебе же не нравилось. Да мне не нравилась обстановка. Вот сами представьте, у меня в то время были совсем небольшие внуки, Егорка и Кира. И вот, во-первых, через дорогу был клуб, там были дискотеки до пяти утра. Вот представляете, до какой степени музыки не слышно, а дом в такт, в ритм. Прям толкается. Ну, это ладно. Салюты каждый день над домом. Только детей спать положишь. Ба-бам, ба-бам. Потом еще что. А, утром, в шесть утра, даже в шестом часу утра, закрывается эта дискотека, и пьяный в хлам народ начинает оттуда расползаться. А у нас во двор калитка открыта, охрана у нас была не кокущая, да и жили у нас в доме этим тоже молодые. И урны во дворе были металлические. И вот это пьяная в хлам молодежь. А среди них англичане, там и немцы. А это, кто люди отдыхали, знают, что это за товарищи. Они начинают орать, прыгать бомбочкой в бассейн, бутылки ронять, ронять эти урны. Они такие высокие, но, как сказать-то, ну, не то, что вот урна такая, что еще ее попробуй сдвинь, а они такие, как столбики. И вот я в шесть утра, злая, разбуженная, невыспавшаяся, выходила на балкон и орала. Шарап, суки! Они будили моих детей. Ну, в общем, это сплошная нервотрепка. Поэтому, когда Костя продал эту квартиру и купил уже, это даже, наверное, не третья, а четвертая линия, вот там наступил рай. Там салюты слышно, но тише гораздо. Вот этого не было. По утрам вот этого сумасшествия. Да и по вечерам люди в основном все уходили туда, в центр, ну, на первую линию. А у нас тоже в Черноморском салюты. Ну, не каждый день, не по нескольку штук. Но дело-то продвигается. И со временем-то. И орут в центре тоже пьяных дофига. Вот мне этого совсем не надо. Мой жизненный опыт привел к тому, что лучше подальше. Это люди приехали отдохнуть на две недели и отрываются по полной. А мы тут живем. И мне этот шум, вот эта оралова пьяная, нафиг не надо. Так что, мои дорогие, пишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Ну, что ж. Ладно. Доброе утро всем. И всем хорошего, шикарного настроения и крепчайшего здоровья. Это самое главное в нашем таком золотом возрасте. Вот, мои дорогие, сколько прошло? Три дня, как я пообломала все эти ветки. Пообломала вот эти вот были тут прям... Ну, соцветия-то вот эти. Посмотрите. Она вымахала. Опять листья пошли. И вот эти пошли, где семена. Вон. Просто вот. Я говорю, вот на самом деле, что-нибудь путное бы так росло. А ведь решила оставить, думаю, листик, может, сделаю. Ну, люблю я вот эти вот тарелки делать-то. Большие. Вот, пожалуйста. Ну. Ну, просто. Обалдеть. Вот они, зеленые, которые были, вот эти. А это все новое. Прет с такой силой. Не остановить. Как бамбук. Вот так. И попробуй поборись, да? Ну, что ты летаешь вокруг меня? Оса это. Вот так вот. Ну, чем не восточный базар? Это я вчера, Оксаночка, приезжала, я потом стала разбирать. И вот нашла четыре шарфа, которые кот подрал. Маська, который у меня был, он их порвал. Они у меня лежали в такой корзинке. Так, вот этот очень легкий. Надо что-то вниз повесить, чтобы он и тот вот легкий. Вот. И, короче, на них дырки, я ломал, ломал голову, думаю, ну-ка, повешу-ка я их вот сюда. Во-первых, поменьше глазеть будут у меня. Сами видите, еще ничего мы не придумали, чем ворота сверху закрыть. Вот. А сейчас поеду в город, если секонд-хенд работает, я куплю еще у них там такие шарфы, которые никто не купит вообще, кроме меня. И повешу, и пускай их, и пускай болтаются, и от глаз лишний раз закроют, да и просто, не знаю, мне нравится какой-то такой колорит. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Облупилось все крыльцо. Все надо ремонтировать. Так, ну что, теперь мне надо вот это обрезать. Сейчас семена же уже, наверное, будут. Потом не избавишься от этой красоты. Сейчас я... Жалко? Ну а что делать-то? Толще кабеля, блин, ствол-то. Во. Сейчас еще вот тут покромцаю. Вон, Наня, видите? Потом как-то это обдирать надо все. Высохнет-то. Так, ну а что, я опять на рынке. Ага, досочки тут есть недорогие. Так, в Золушку. Купила арбузи, кашки, с четырех злаков, капусту, минералку. Жду, Толика. А, и мизима купила. Мизим-то килограмм не ем. Просто, просто килограмм не. С этой поджелудочной. Он такой хорошенький, смотрите, сидит. Прелесть какая. Такие они хорошенькие. А там вон кто-то разоряется. А, там разоряется маленькая чернушечка. Возмущена чем-то. Наверное, видом собаки рыженькой. Ну, где он? Сейчас подъеду. Ой, не могу. Дома, небось. Живет он вот там вот. Вот как раз вот откуда машина серая выезжает. Вот там, по той дороге. У меня зажигалки нет. Как бы я покурила бы. Время быстрее бы пролетело. Вон он, наверное. Ага. Точно, из дома. Лежал, небось, на диване. Нет, звонит эта Люба. А где же ты их нашел, что они у тебя жили? Они сами не ко мне там подошли. Ага. Ну, поехали, посмотрим. Ну, что, веселые ребята в цирке работают? Нет, ну, они вообще я так был. Я с вами. Они там двое, потом еще там. Косе там, можно сказать. Я цирки ненавижу, просто ненавижу, что они делают с животными. Кошмар. И поэтому я в цирке сама не хожу, и детей, ну, детей водила еще давно, когда были маленькие. С внуками вообще не хожу. Сырки должны быть без животных. Сырки должны быть без животных. Купил арбуз без косточек. Вообще не сладкий. Ну, просто. Ну, хотя мне с моим сахаром такие есть и надо. Вот. А я села пообедать и ржу опять над этими Адамянами. Господи, вот семья шизофреников. Блин. Ой, один другого крашу. Ха-ха-хай. Ну, что, собрала я. Переделала. Оксаночки. Сегодня ей звонить не буду. У них очень торжественное событие. Они сегодня знакомятся с родителями невесты сына. Уехали в Бахчисарай. В общем, прям жду. Оксанка приедет, мне расскажет, что и как там. Да, дети собрались пожениться. Ну, вы видели. Видео Оксана присылала, как они сына встречали в аэропорту. После. Сколько он был? Шесть или семь месяцев в море. Вот и Яночка там была, невеста. Она такая очень приятная девочка. Хорошая, домашняя, милая. Так что, дай бог ребятам. Они подали заявление в ЗАГС. В общем, скоро Оксану ждет такое событие свадьба. Я за него очень рада. Так, а теперь я приступлю вот такой чокер делать. С вот такой винтажной большой подвеской. И серьги такие же есть. Ну, вот никак не определюсь с размером 8. Вот эти нет. Эти слишком голубоватые. Ну, они и такие же почти и по размеру. Ой. Так. Такие бы неплохо были, но их маловато. Вот эти как-то тоже не знаю. Ну, в общем. Ладно, буду думать. Иду по пыльной дороге. Еще больше пылища стало. А что ж, дождей-то нет. Смотрите, что творится. Несу ей в мире досочку. Вот. С лисой. Я же говорю, я для подарков их делаю. У нее вчера, оказывается, был поливной день. У нее нет. Господи, как ее называется, скажите. Как у меня. Вода-то из земли. Ай, не могу. Ой, скважины. Вот. И... А тут воду дают. Восанте. Через два дня на третий. А, вот что. Видите, у меня. Вот это я обрезала сегодня. Вот. Поэтому полив дело серьезное. Вон ее домик. У меня есть к ней вопрос. У меня зрительница спросила, как ее фамилия была в молодости. Сейчас спрошу. Как же хочется дождичка. Представляете, всю бы эту пылюку смыла. Как бы хорошо было дышать. Да и землю бы пролило нормально. Потому что все равно поливай, не поливай. Это не то, чем когда дождик идет. Да если он еще затяжной, представляете, как всю землю прольет. А вот сейчас уже и приду. Живем-то мы рядом, только времени у нас нет на общение. Женщины мы занятые. Вломлюсь. Вломлюсь. Никто не отвечает. Живой? Кто дома есть? Проходьте. Проходьте. Я ломлюсь в хату сразу. Привет. Привет. Пойдем, я сегодня пиццу делаю. Пиццу нельзя мне, у меня у вас шпицы. Да, она, слушай, она такая легонькая. Ты мне там, у меня кисточка легонькая. Комботиком тебя с пустым угощает. Ой. С кизилом у меня свой кизил. Это самое. Садись, присаживайся. Присаживайся. Мама, мы только вот с олужкой расстались. Вот только только. А ну, я говорю, Алусик, ты мне давай, я пиццу бы давай у меня посидим. Я вот только-только. Досочку вот тебе принесла. В хозяйстве сгодится. Ах, это я никогда. Это самое. И хотела вот что тебя спросить. Вот какие тебе, может быть, не бирюзу, а может, вот такие вот поставить. Вот есть флюорит. И есть вот такой. А так могу и бирюзу, собственно. Ну, может, мало ли. А это вот что такое? За камень такой. Гавлит. Гавлит? Да. Это флюорит. Флюорит. А ты свой не знаешь камень какой у тебя? Ну, Юнь, какой камень? А я думаю, что помню. Я не помню. Это самое. Так, и есть у меня к тебе вопрос. Серьезно? Да. Мне нужна. Какая у тебя фамилия была в девичестве? Фирсова. Там-то моя одноклассница в комментариях написала. Да? А чем она там написала? Ну, вот спросила, Фирсова ли твоя фамилия в девичестве? Да. Детя, что это моя одноклассница. Я не знаю, посмотри на последнем видео. Да? Да. Как ее там написано. Видео-то какое было? Про что? Не на моем, а на другом видео, да? Ну, вот самая последняя Саша. Я сегодня выложила. Ага. А перед этим вот мое было, которое. Ага, хорошо. Ну, вот. Время восьмой час. Наболтались, сидели ля-ля-ля, друг дружку перебивали. Я даже съела кусок пиццы. Очень вкусно, но я не ела уже, сколько уже, месяцев пять. Сейчас надо будет приду мизиму выпить удвоенную дозу. А то, я так думаю, моей поджелудочной это не понравилось. хорошо, когда есть с кем пообщаться, прямо так посидеть, поболтать. Чего мы с ней раньше не познакомились так? Представляете, какие страшные ворота. пылечка какая-то. Ой. Ну что, вот сижу, Мири делаю вот такое украшение. Я такого, ну, такого типа себе делала. Надо ей сделать. Еще у меня там тарелочка в деле. Ну, это, правда, еще начало работы, поэтому смотреть тут особо не на что. Так вот, приклеила салфеточку, да. Один раз ее покрасила снаружи. Надо еще слой красить. Вот. Саша мне звонила. Даня ей подарила на день рождения кольцо с синим сапфиром, бриллиантиками в белом золоте. Сашка счастлива. Просто. Я Дане отправила голосовое сообщение, что ты у меня самый лучший. Что я очень рада за Сашку. Очень приятно, да. Очень приятно. Ну, они справляют там дома. Друзья приехали. Так что вот так выросла моя дочка двадцать девять лет. Младшенькая. Да? Грустно как-то. Ей двадцать девять, а мне-то шестьдесят пять. Ой. Ой. Ну, что делать? Жизнь идет, да. Села на комментарии поотвечать. А потом думаю, господи, вот смотрите, время без пятнадцати восемь. А солнце уже вот-вот сядет. Мне там Леночка расщупкина. Вот поступить Макарику. Да Макарик-то поступает, но она бесплатная. Нет. Так обидно, я так расстроилась. Парень, отличник. Все годы. Спортсмен. Саша говорит, моя, она говорит, конечно, он выбрал все вузы топовые, куда весь народ ломится. Ну, и что? Вот одиннадцати человеком не хватило места. Ну, вот как это? Да, конечно, господи. Почему столько чеченцев в Москве и Питере студентов? Они же все такие грамотные. Да и так все понятно, что и места продаются, и все. Нет, я за, когда инвалидом, там, да, сиротом, там. Ну, извините, когда сиротка с Кавказа на Бентли приезжает учиться, конечно, ему нужно место бесплатное, а как же? А нормальные ребята, у Костя сейчас и так плохо вообще с бизнесом, вообще никак. Вот не знаю, что они там решат. я прям расстроилась. Мне так за него обидно. Ладно, был бы какой-то раздолбай там. Такой ребенок ответственный. Никто никогда не заставлял, ни уроки не проверял, ничего. Он всю жизнь сам учится, учится, учится. И ГЭС сдал отлично. ну, как вот это? Ой, господи, вот она. Жизнь при капитализме. Птички парами летают. Так расстроилась, что-то понажимала. Сама не понимаю, чего. А я, вы знаете, вот прям была уверена. Ну. А Сашка еще говорила моя, она говорит, вузы были бы попроще, он бы прошел. На бесплатной. Ну, Макар-то был уверен, видимо, в себе. Ну, чего. ну, сегодня будет с отцом разговаривать. Да, жалко. против лома нет приема. Если нет другого лома. Все куплено, все дожили. можно было не напрягаться тогда, так учиться и так ЕГЭ сдавать, если знать, что заплатишь и будешь учиться. Ладно, лапоньки мои. Спасибо вам, мои хорошие. Девчонки, не бросайте меня, пожалуйста. Давайте попробуем, вот, вот, попробовать, вот, хотя бы этот месяц, вот, прям, комментарии писать и лайки ставить. Ну, должно же получиться что-то, но да, это не сразу. Вот так выкладываю по одному видео. Просмотров, конечно, мало. Ну, ладно, подождем, может быть, будет какое-то, все-таки какое-то движение. Они, вот эти алгоритмы Ютуба, они такие собакохитрые, им надо, чтобы на канале было движение. Понимаете, не просто там просмотры, а чтобы люди комментировали, вот, ставили там лайки или дизлайки. Причем, вы знаете, абсолютно по барабану лайки или дизлайки. Считается все одинаково. Ну, вот, когда они видят, что движуха идет, что народ активный, и только тогда это видео начинает продвигаться. Ну, а если 500 просмотров и там 10 комментариев, кому я нужна? Никто, конечно, меня никуда не будет продвигать. Так что, мне вот даже самой интересно, что будет. раньше-то я была в рекомендованных. Вот, в октябре того года что случилось, я не понимаю. Во-первых, упали просмотры, а потому что я, видно, вышла из рекомендованных и все сразу. И люди не подписываются. Ну, что у меня с октября 37 400. Год почти. Ну, в общем, короче, что-то где-то я сплоховала. Но Саша мне и говорит, ты людей не просишь, чтобы они комментарии писали. Ты вот это лайки не просила, ты ничего не это. Ну, вот так. А хочется, конечно, движухи какой-то. Ну, вы же меня понимаете, правда? Работаешь-то каждый день я с одним цементом сколько горячусь. А толку нет никакого. Ни денег, ни движухи. А так очень грустно. Когда раньше у меня бывали такие месяца, что по тысяче людей подписывалось. ну, а потом вот что-то случилось. Я не знаю что, почему. Они же не ставят вас в известность, что что-то не так. Раз и все, и все. А ты работаешь, ты стараешься, ну, так уже и привыкла к этому. я уже как без вас-то я... А с кем мне поговорить-то? Ну. Сходила вчера с Мирой поболтала. Ну, Оксаночка приезжала. Ну, Оксаночка приезжает, она всегда на минутку приезжает. У нас человек семейный. И это правильно. А так-то я. Так вот, там, девчонки, когда позвонили. И то надо Татьяне Валерьевне позвонить. Чего она там? Так я ее тоже понимаю. Она сейчас из Мурманска приехала. Все в огороде прет. Все надо это самое. Мус Володя все посадил, ухаживал там за всем этим делом, пока она в Мурманске была. Вот сейчас теперь там на огороде стоит кверху попой. Тоже девушка. Девушка тоже третьей молодости. Устает поди. Не знамо как. Ну, сейчас я попробую вечером ей позвоню. Как у нее там дела. Вот я так по очереди всем девчонкам звоню. кто что как. Ну, пока, слава богу, путь в тху, у всех все нормально. Чего и вам желаю, мои дорогие. тут вот беда приключилась с моей. Ну, какая она подписчица? Она уж подруга. Ну, я не буду называть. сделают операцию и будет понятно что там. Представляете, как человек переживает. А я, она мне не звонит, не пишет, обычно всегда, ну, голосовые сообщения отправляет, а тут просто вот пропало, нету. я ей отправляю голосовой и говорю, что случилось? Что такое? она в больнице. Так я уже вся испереживалась и дергаю ее каждый день, может, не надо это. Говорю, держись, чтобы все, чтобы оптимизм, чтобы все будет нормально. Вот представляете, до какой степени, ну, я человека вживую не видела в жизни, только вот по телефону. Я знаю и про сына, и про невестку, и про маму, и про все. Я все в курсе всех дел. Вот хоть бы все у нее нормально было, они хотели приехать в сентябре. Ой, вот теперь не знаю, приедут, не приедут. не знаю, в больнице ты, может, и не смотришь, конечно, но ты держись, ладно? Держись, вот назло, блин, вот всему. не могу. Держись, постарайся с оптимизмом как-то вот, ну, не закисай, ладно? Так страшно за людей. Все под Богом, конечно, ходим, как говорят, но когда вот касается людей, которых, ну, которые уже тебя близкие, дорогие, ну, ну, как не переживать? Она такая хорошая, такая веселая. Господи, помоги, пожалуйста, выкарабкаться. Пусть все будет хорошо. Пожалуйста. Ну, ладно. Вот что, как после операции будет. в общем, короче, девчонки вот так и мальчишки. Я говорю, я уже за эти три с лишним года мне уже люди родными стали. Ладно, мои золотые, давайте пойду я заниматься. У меня там бусики лежат недоделанные. А я, когда я расстроена, я стараюсь делать, что ли. что делаешь, соображаешь, что вот это. Он сегодня огурцы оборвала. Все. Я не знаю, кто погрыз эти стволы. Там еще маленькие огурчики висели, но стволы уже подъеденные все засохли. мальчишки повыдирала. Вот так вот. Так что, мои дорогие, давайте будем отдыхать. Что тут у меня? Так. Пойдемте отдыхать. Вам тоже отдыхать надо. Пожалуйста, постарайтесь быть здоровыми, ладно? Ну, относительно понятно здоровыми. Не зря говорят, что здоровых людей нет, есть недообследованные. Господи. Давайте, пусть все у вас будет хорошо. Да у вас, у нас, у всех. мне так всегда жалко людей. Я понимаю, что мы не вечные все, все там будем. Вот, видите, девушка ужинать пришла, скажет, бабка ходит, бродит тут. Да? Сейчас я тебя покормлю. Сейчас, мой хороший. У нее глазик получше стал. Было прям бельмо. Кто-то ее так драл в собаке, что ли. А сейчас ничего, прям глаз видно. Я не знаю, видит она или нет этим глазом, но получше. А, я к чему? Я говорю, так людей жалко. Мне так хочется, чтобы все были здоровы и жили, ну, хотя бы лет до ста. Ну, это столько, вот у меня, например, не знаю, если бы работали руки, глаза, так мне надо хотя бы лет до ста пяти дести жить, чтобы все переделать, чего мне хочется. Нет, оно, конечно, до ста пятидесяти не надо, если твои близкие все уйдут, это нахрен не надо. Но вот я просто говорю, в принципе, столько хочется всего сделать, и знаете, очень хочется еще многому научиться делать. А получается, что уже сил особых нету, устаешь быстро, и ничего не успеваешь, что хотелось бы. Ну, ладно, чего, не будем Бога гневить-то, чего уж. есть пока возможность что-то делать, радовать людей и себя в первую очередь. Так что, ладно, давайте, мои золотые, что-то я заболталась сегодня. Давайте, всем хорошего вечера, спокойной ночи, и всем, главное, здоровья. не подводите меня, пожалуйста, не расстраивайте, ладно? Потому что я очень человек сентиментальный, и меня прям накрывает. Но я всем желаю только здоровья. Давайте, мои хорошие, пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok